Продолжаем показ этого турнира. Александр Емельяненко, Эдди Бэнкстон, Россия, Швеция. Я думаю, это была бы прекрасная вывеска для хоккейного матча, но сейчас ММА, боевое самбо против греко-римской борьбы. Ударник против борца. И представляю вам опытный боец ММА против человека, который провел всего, по-моему, пять поединков профессиональных. Дамы и господа, представляю вам рефери боя. Это Владимир Шемаров, Украина. Весь турнир Владимир отработал рефери. Ну, кроме кикбоксерских поединков. Ну, да, естественно. Владимир Стам, кстати говоря, выступал по ММА. Так что рефери беец. Ну, сейчас уже, конечно, Миша, думаю, что рефери будет чуть-чуть для здоровья полегче, чем сражаться в боях ММА. Хотя, завтра тоже в свою роль играет. Посмотрю, где он, например, видел, что футболит несколько раз рефери мячом нашибли. Он-то сам того неожиданно. Ну, да, здесь выключили рефери. Это чуть-чуть тяжелее будет, конечно, если честно. Немножко. Чемпион Европы по греко-рифской борьбе. The European Champion of Greece Roman Wrestling. Iskoda Borga, Schweiz, from Conover City, Adi, Frank Sloan. Чемпион Европы по греко-рифской борьбе. Конечно, звание говорит само за себе. Ну, с учетом того, что это было давно, видимо, в то время не выступал. Конечно, наверное, Карелин решил не уступать, потому что я другого. Ну, я думаю, так же и... Ну, или кто-то другой поехал. Да, или кто-то другой поехал. Может, Патрикеев поехал в документе? Хотя я не слышал, чтобы Патрикеева. Я думаю, здесь бы это было озвучено. Да, да, да. Или Хасан Бароев тоже. Такое бы достижение озвучено. Однозначно, да, согласен с тобой, тем более, с учетом того, что... ...представитель России был бы там. Хороший, хорошее было объявление русско-английское. Fighting Champion по Fighting Sam, по Combat Sam. По Fighting Sam, бы точнее, перевели почему-то, хотя Combat. Combat Sam, конечно. Ну, видимо, видимо... Рост Бэнксона заявлен как 192 сантиметра, то есть рост примерно одинаковый в весе. Ну что ж, интересно, конечно, все равно хочется, конечно, посмотреть поединок этот. В любом случае хочется, чтобы он был интересным. И, конечно же... Кстати, в этом бою разыгрывается титул чемпиона Pro FC. В тяжелом весе, да. В тяжелом весе. Хотя, подчеркиваю, Алексей Аренек это подчеркнул в интервью, даже на официальном сайте, что... Странно, но я этот пояс не отдавал. Второй в поясе. Ну, это как... Ну, как есть чемпион супербоя в целом был. Да, да, да. В WB. И чемпион на восьмой. Да, или в категории WB... И в К1 такая реставрация. В WB там есть суперчемпион и чемпион. А кто смотрит? Ну, что же. Кто супер, а кто чемпион? Я не знаю. Леник или победитель этого боя. В зависимости от того, кто будет... Смотрим. Главное событие вечера. Александр Емельяненко и Эдди Бэнкстон. Емельяненко слева от нас. Для тех, кто не знает. Татуировок больше у него, чем выводит. Да, больше татуировок. Выглядит он поатлетичнее. Посмотрим. Ну, Александру надо как-то действовать активно. Не позволять сопернику... Да. То, что он сейчас... То, что соперник делает. Он давливает, отдавливает хорошо. Александр не получается. Так. Пока нет. Ничего не удалось Бэнкстону. Первый натиск Бэнкстону не удался. Проход в партер не получился. Кстати, Александр Емельяненко часто страдал из-за своей выносливости и бэнкстон. Вот и все. Мне это что-то вообще непонятно. Да, вот ты говоришь, что джебы, они... По-моему, нокаут... ...периодный. Что случилось, у него, по-моему? Живой? Что такое? Это джеб. Я не совсем, что-то говоря, нескольких, что-то говоря, понял. Бой Майка Тайсона и Джулиаса Фрэнсиса, комментатор. Очень удивлялся, как профессиональный боксер падает от джебов. Показывает спину Александра. По-моему, даже от татуировки не ожидали, по-моему. А что случилось? Неужели от джебов такой нокаут? Наверное, просто в челюсть попало. Нет, видно, что нокаут тяжелейший. Тяжелейший нокаут. Наш ответ есть? Да, Бейнсон, наверное, не ожидал, что... Очень бы хотелось посмотреть повтор. Александр, второй бой за год и второй бой с очень быстрым завершением. Доволен Александр. Да, знаешь, по-моему, даже я бы не сказал, что... Удивлен. ...особо доволен, потому что я думаю, что ему хотелось бы, конечно... Получается, что просто за два... За год, да, за год с небольшим он нанес пять ударов, получается, в боях. Вот, если брать бои ММА, то есть пять ударов и все. То есть он провел... Два акцентированных, пять нанесенных. И еще сейчас, если мы увидим, что это от джеба он упал, то здесь вообще не надо. Ну, 100% на КПД. Кто еще за год может так... Да, если Саша такой джеб, то, конечно, лучше не попадаться вообще. Да, Эдип Бэнксон. 44 секунды. А что-то поединок вбразил 40, по-моему, здесь с Магомедом. Александр Емельяненко одержал победу нокаутом. Стоит ли его поздравить или не стоит, я не знаю. С одной стороны, он победил легко, с другой... Даже подобие боя не получилось тут. Я смотрю, не могу понять, изменил, по-моему, некоторые татуировки. А, ну это... Изменил некоторые татуировки, Александр. Да, часто не меняются. Хотелось бы повтор посмотреть, не изменил, да, заредушировал. Старе всего... Мне было интересно, татуировка очень на... Очень на... Так, слушаем. Спасибо всем, кто пришел поддержать сегодня турнир. Все, что мы делаем на ринге, мы делаем для вас. Спасибо вам, что вы входите и поддерживаете нас. И приглашаю в ринг в вице-президента России Магомеда Дарзикова. Алексей Яценко держит. Алексей Яценко. Пояс. Награждать победителя. Надеюсь, все-таки повтор нам покажет. Да, хотелось бы... Все надеются, чтобы увидеть, что тут было. Был удар, было попадание, был нокаут. Что за страшный джеб был? Ну, жестко удара я не видел. Можно к левой боковой бы просто... Вспоминается удар невидим к исполнению Мухаммеда Али по... Ну, вспоминается много, да. Да, вспоминается. Просто хотел все-таки увидеть, что было в данном случае. Это был левый боковой, и на полускачке, конечно, тогда я допускаю нокаут. Вообще, это легко у любого бойца. Но если Александр бьет джеб, такой силой, что... Боец падает и не встает 20 секунд. Я думаю, для будущих соперников Александра такое видео будет удручающе действовать. Человек под джебами... Под джебами будут стараться не вставать. Выключает на минутку, что... Что же он делает с правой рукой? Господа, еще раз ваши аплодисменты! А с вами сегодня... Желательно-модорская компания Профессиональный... Жаль, мы так, по-моему, и не увидим. Паспро, очень бы хотелось бы посмотреть. Может быть, увидим все-таки. Не будем забегать вперед. И, конечно же, Александр бьет джеберка! Операторы нас не слышат, но... Ребята, услышьте нас. Да, услышьте нас, покажите, что было. Более... Так, вот смотрим, понимаете. Статуировки у него Мухаммед Али, кстати говоря, у Леди Бэнксона, да, по-моему, было? Это было руководить, мне кажется. Наверное. Так, это до боя или после боя? Думаю, до. И так смотрим. Так. Да, ну, что ж... Как-то еще раз. Нет, был ли удар? Ну, в конце концов, в конце концов, Эдди, как бы, он сказал, что он постарается провести бой, он же, в общем-то... Так, еще раз, вот, наверное, будет хорошо. В глаз ударил. Нет, в нос, в глаз, там, непонятно. В нос, в глаз. Как говорят, восточные мастера есть бесконтактные удары, которые убивают. Это, наверное, было как раз-таки, мне кажется, это был как раз-таки тот самый случай, мне кажется. Это был тот самый случай, когда просто вот... Так, многие не верят в это, вот... Александр Емельяненко одержал победу нокаутом. Стоит ли его поздравить или не стоит, я не знаю. С одной стороны, он победил легко, с другой, даже подобие боя не получилось тут. Я смотрю, не могу понять, изменил, по-моему, некоторые татуировки. А, ну, это... Изменил некоторые татуировки. Александр, хотелось бы повтор посмотреть. Не изменил, да, заредушировал. У него была интересная татуировка очень на... Слушаем. Спасибо всем, кто пришел поддержать сегодня турнир. Все, что мы делаем на ринге, мы делаем для вас. Спасибо вам, что вы входите и поддерживаете нас. И приглашаю бринг, вице-президент ПФС, Магомеда Дарсикова. Алексей Яценко держит. Алексей Яценко будет награждать победителя. Надеюсь, все-таки повтор нам покажет. Да, хотелось бы, потому что... Все надеются, что увидят, что тут было. Был удар, было попадание, был нокаут. Что за страшный джеб был? Ну, жестко удара я не видел. Можно к левой боковой был просто. Да, вспоминается удар невидимого в исполнении Мухаммеда Али. Ну, вспоминается много таких. Да, вспоминается. Просто хотелось бы все-таки увидеть, что было в данном случае. Это был левый боковой, и на полу-скачке. Конечно, тогда я допускаю нокаут. Вообще, это легко у любого бойца. Но если Александр бьет джеб... Он-то сам того не ожидает. Да, здесь выключили лейферин. Здесь еще тяжелее будет, конечно. Немножко. Чемпион Европы по греко-римской борьбе. The European Champion of Greece Roman Wrestling. Is Scott E. Borga. Швеция. From Conover City. Adi. Чемпион Европы по греко-римской борьбе. Конечно, не говорит само за себя. Ну, с учетом того, что это было давно, видимо, в то время не выступал. А, наверное, начать с Неверной Карелии не решил не выступать, потому что я другой... Ну, так же и... Или кто-то другой поехал. Да, или кто-то другой поехал. Может, Патрикеев поехал в документе? Хотя я не слышал, что Бексон побеждал Патрикеева. Я думаю, здесь бы это было озвучено. Да, да, да. Это тоже верно. Или Хасан Бароев тоже. Такое бы достижение озвучено. Однозначно, да, согласен с собой. Тем более, с учетом того, что... ...представитель России был бы тогда. Хороший, хорошее было объявление русско-английское. Хороший чемпион по файтинг сам, по комбат сам. По файтинг сам бы, точнее, перевели почему-то, хотя комбо-то вот что-то. Комбо-то, конечно. Ну, видимо... Продолжаем показ этого турнира. Александр Емельяненко, Эдди Бэнкстен. Россия, Швеция. Я думаю, это была бы прекрасная вывеска для хоккейного матча. Но сейчас ММА. Боевое самбо против греко-римской борьбы. Ударник против борца. Опытный боец ММА против человека, который провел всего, по-моему, пять поединков профессиональных. Чампул Тацавия, Россия. Судьи у ринга. Владимир Волостых, Россия. Айк Кукасян, Армения. Михаил Рассахатый, Украина. Хромоверист Алексей Гусякинов. Дамы и господа, представляем вам рефери боя. Это Владимир Шемаров, Украина. Весь турнир Владимир отработал рефери. Ну, кроме кубоксовских поединок. Ну, да, естественно. Владимир Стам, кстати говоря, выступал по ММА. Так что рефери... Рефери боец. Рефери боец. Сейчас уже, конечно, меньше. Думаю, что... Все-таки рефери будет чуть-чуть для здоровья полегче, чем сражаться в боях ММА. Хотя ЗАР тоже свою роль играет. Углу ревня. Посмотри где. Вот, например, видел, что в футболе несколько раз рефери мячом зашили. Не понятно. Да, так что ты говоришь, что джебы, а не... Не, по-моему, нокаут... Серьезный. Что случилось? Живой. Что такое? Это джеб. Я не совсем жестко, я не совсем жестко понял. Бой Майка Тайсона и Джулиаса Фрэнсиса, комментатор, ведь он очень удивлялся, как профессиональный боксер падает от джебов. Показывает спину Александра. По-моему, даже татуировки не ожидали, по-моему. А что случилось? Неужели от джебов такой нокаут? Наверное, просто в челюсть попало. Нет. Ну, видно, что нокаут тяжелейший. Тяжелейший нокаут. Наш ответ есть? Да, Бейнгсон, наверное, не ожидал, что... Очень бы хотелось посмотреть повтор. Александр, второй бой за год и второй бой с очень быстрым завершением. Доволен Александр. Да, ты знаешь, по-моему, даже не сказал, что... Удивлен. ...особо доволен, потому что я думаю, что ему хотелось бы, конечно... Получается, что просто за два... За год, да, за год с небольшим он нанес пять ударов, получается, в боях. Вот, если брать бои ММА, то есть пять ударов и все. То есть он провел... Два акцентированных, пять акцентированных. Да. И еще сейчас, если мы увидим, что это от джеба он упал, то здесь вообще... Ну, 100% на КПД, кто еще за год может так... Да, если у Саши такой джеб, то, конечно, лучше не попадаться вообще. Да, Эдди Бэнгсон... 44 секунды, а что-то поединок... 40, по-моему, здесь, видимо... Рост Бэнгсона заявлен как 192 сантиметра, то есть рост примерно одинаковый в весе. Да, интересно, конечно, все равно хочется, конечно, посмотреть поединок этот. В любом случае, хочется, чтобы он был интересным и, конечно же... Кстати, в этом бою разыгрывается титул чемпиона про ФСИ. В тяжелом месте, да. Хотя, подчеркиваю, Алексей Аренек это подчеркнул в интервью, даже на официальном сайте, что... Странно, но я этот пояс не отдавал. Второй пояс. Ну, это как... Ну, как есть, чемпион супербоя в целом. Да, 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 W... И чемпион восьмой. Да, или в категории WB... И в К1 такая же ситуация. В WB там есть суперчемпион и чемпион. А кто смотрит? Ну, кто супер, а кто чемпион, я не знаю, Леник или победитель этого боя. В зависимости от того, кто будет... Смотрим. Главное событие вечера. Александр Емельяненко и Эдди Бэнгстон. Емельяненко слева от нас. Для тех, кто не знает. Татуировок больше у него, чем его... Да, больше татуировок. Выглядит он поатлетичнее. Посмотрим. Ну, Александру надо как-то действовать активно. Не позволять сопернику... То, что соперник делает. Отдавливает, отдавливает хорошо. Александру не получается. Так, пока нет. Ничего не удалось Бэнгстону. Первый натиск Бэнгстону не удался. Проход в партер не получился. Кстати, Александр Емельяненко часто страдал из выносливости. Так. Вот и все. Много suite кочечная. Редактор субтитров Мэльяненко.